Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию вот такой немножко необычный стример, который с успехом ловит не только окуня, для чего я его изготавливал, но и практически щука, галавль. В зависимости от величины можно ловить практически любую рыбу. На форелевых прудах форель не пропускает. Итак, давайте приступим. Ключок мы берем номер 8, стримерный, можно 6, это уже в зависимости от того, как вы захотите огрузить. Огружать я буду где-то порядка до 2,5 граммов, чтобы можно было спокойно забросить ультралайтом. Приблизительно не доходим до колечка, почти сантиметр. Удаляем наш свинец, подравниваем края. Пока клей не наносим, спрессуем его вот так руками. И теперь можно нанести капельку клея. И взять нить, которую будем изготавливать. Для изготовления стримера нить практически можно использовать любую, но в данный момент лучше сейчас использовать нить белого цвета, так как мы с вами потом будем формировать тело, чтобы наша нить у нас не проявлялась. Закрепили ее. Не усердствуем, совсем-совсем немножечко, пока подхватим наш свинец спереди и сзади. Оставляем у загиба. В качестве хвостика мы будем использовать несколько элементов, так как я вам показывал. Для начала мы возьмем совсем немножечко, для того, чтобы обозначить точку прицеливания. Это мех, крашеный песца. Желательно, чтобы его подвижность, густота была достаточно хорошая, чтобы можно было нам использовать вместе с пером. Поэтому, если очень жесткий мех, это нас не совсем устраивает. Убрали подшерсток, подровняли. Длина хвостика должна быть соизмерима с длиной цевья. Поэтому и перышко, которое мы подбирали точно так же под крыло, желательно, чтобы оно было такой же длины. Буквально совсем немножечко в одной точке. Много не наматываем. Закрепили, посмотрели. Да, вполне устраивает. Берем наши перышки, которые мы подготовили. Это перышки, курочки. Или же можно, допустим, взять это из скальпа джунглевого петушка. Сибрайта. В крайнем случае, да даже не в крайнем, а можно использовать и, как я уже изготавливал, и такое перо. Больших проблем в выборе пера у нас, я думаю, не будет существовать. Любое перышко, которое вам будет нравиться, но главное, чтобы оно было кленовидной формы, подберете и для себя подготовите. Крепим здесь. Теперь промазали клеем, крепим с одной и с другой стороны наши перышки. Перышки, когда я брал из скальпа нашего петушка, как видите, они имеют у меня одинаковый симметричный загиб. То есть, я брал с левого и с правого крыла. Поэтому, как вы решите закрепить, допустим, чтобы у нас крылышко шло или вверх, или, допустим, поставите, чтобы оно шло вниз, это уже вам решать. Я устанавливаю традиционно, так, чтобы оно шло вверх. Пока подхватил, окончательно не закрепляем. Приблизительно вот так должно смотреться наше крылышко. С расчетом того, что я уже подровнял длину наших перышек, я беру, креплю теперь симметрично с другой стороны. И у нас с вами должна выйти вот такая симпатичная конструкция. Если по каким-либо причинам у вас, допустим, нет такой длины крыла, пусть будет немножко длиннее, это уже не так страшно. Прихватили, теперь окончательно можем подровнять весь наш с вами свинец, так, чтобы мы могли теперь изготовить наше тело. Если нити вам по какой-либо причине, допустим, жалко, возьмите любой другой нитью, но белого цвета, даббингом можно мелким, а потом белого цвета, а потом это все промотать уже хорошей нитью. Подводим опять к загибу. Я подготовил перышко гризли, вот такой расцветочки, и мне теперь необходимо его закрепить у загиба. Мы будем обмоточку тела осуществлять вот таким нашим перышком. Желательно подобрать так, чтобы бородки у нас сильно не выходили за загиб, это очень существенно. В крайнем случае, если у вас, допустим, возникает проблема, возьмите это перо, изготовьте в даббинговой петле, а потом остатки отрежьте. Закрепили. Теперь для изготовления тела мы будем использовать хороший блестящий даббинг. Он может быть как из наборов, которые я вам показывал, так и вот отдельно, которые продаются фирма Хэнс. Я буду использовать очень-очень светлый, так, чтобы это мне напоминало и рыбе, это напоминало чешую проплывающего малька. Нанесем немножечко нашего клея на нить. Нить я не расщепляю, так как мы даббинговую нашу нить будем окончательно формировать при соприкосновении с телом. Подводим до первого касания и, начиная подкручивать, формируем наше тело. Дошли до окончания нашего свинца и теперь мы должны с вами промотать нашим пером. Здесь наше перо может ложиться как по плоскости, так и можно наматывать, отгибая бородки. Я буду укладывать наше перо, используя метод плоскости, потому что мне желательно, чтобы мои бородки все торчали в сторону жала, ой, в сторону колечка. Вот так мы промотали, доходим до места крепления свинца и здесь мы с вами выполним один полный оборот и удаляем наше перышко. изготавливать дальше можно просто намотать ёршик и этого будет вполне достаточно, как у вули-баггера. но учитывая то, что я хочу изготовить несколько симпатичнее мушку, поэтому я ёршик буду делать многоцветным. Вот так будет хорошо. Берем, мы с вами подготавливаем одно перышко оранжевое, одно перышко желтое. желтое. Сочетание этих цветов достаточно хорошо провоцирует рыбу на поклёвку. И нашим оранжевым перышком выполним буквально 2-3 оборота столько, сколько позволит величина нашего пера. отгибаем бородочки назад и выполняем обмотку. величина пера, как вы видите, должна у нас соответствовать нашему крючку. Если по каким-либо причинам, повторяю, у вас допустим такого перышка нет, используйте чуть меньше, это не так страшно. Можно использовать и куриное перо, не обязательно петушка, то есть любое перышко, которое вы захотите выполнить опушку. Закрепили. Удаляем. Нанесем капельку клея, чтобы наша конструкция была покрепче. петушка закрепим теперь желтое перышко. Пуховое перышко если есть, желательно конечно их удалять. в данном случае они у нас только навредят. перышко так же сколько будет позволять нам наше перышко его бородки выполним намотку. Аккуратно следим за тем, чтобы бородочки наши ложились ровно. не доходим буквально до колечка пару миллиметров и крепим теперь окончательно наше перышко. Аккуратно вводим все бородки назад и здесь прихватим наше перо. Удаляем излишки сформируем головку и приклеим наши глазки. Приклеили с вами глазки. Нанесли буквально капельку лака на место крепления. Необходимо будет еще конечно ждать. Но вот такой наш стример который хорошо работает не только по окуню но его и щука не пропускает судак ну и другая практически хищная рыба форель тем более. благодарю вас за внимание до скорых встреч. встреч.